здравствуйте друзья как бы русский сегмент youtube и интернета ну во всяком случае такой в американскую сторону сдвинутый сегмент переживает по поводу того что находится на обслуживании и не функционирует процесс приема заявок на green card лотерею вот уже несколько дней и я смотрю там большая такая сильная тенденция в сторону того что вообще все уже то есть вот кто успел тот значит успела кто не успел тут не успел с другой стороны те кто успел переживают главное хотеть переживать те кто успел переживают а если все это вернется значит ну что тоже как бы есть так они дают какой-то шанс на это если все вернется то не погибли ли их заявки которые они уже подали и вот эти номера которые они получили все это в силе или вообще что будет дальше еще как вообще вот как да значит я могу сказать что я думаю по этому поводу начать поддержать несколько дней там на обслуживании вот и там знаете как бывает вот не хочу шутить по этому поводу но в общем несколько дней им хватит да еще времени много будет но дело не в этом кстати я сегодня собирался вечером делать в прямом эфире заполнение анкеты ну я не знаю если ее не будет то я не будет соответственно мы не будем сегодня в прямом эфире делать но дело такое идем дальше это вот как бы в том сегменте а как вообще страна живет что происходит что в новостях вообще да как вот какой информационный у нас фон ну поскольку таких уже ураганов по серьезному нету то очень много пишут про пожары в калифорнии это сейчас наиболее такая смысле природных катаклизмов наиболее острая такая вещь и пожары в южной калифорнии в южной калифорнии всегда пожары каждый год там пожары то есть я не припомню такого года что пожаров не было но мы более сильным менее сильный но всегда есть вот пожары которые нынче вот северной калифорнии абсолютно как бы аномальные потому что там в общем-то и влаги гораздо больше там не так сухо как в других местах там даже не знаю но такое встречение обстоятельств невероятно то есть и ветер вдруг сильный и вообще у меня лично такое впечатление я не знаю на чем она основана но вот на том что почему одновременно 14 источников независимых вот это вот этих пожаров 14 центров как как это вот вдруг это что кто-то специально что ли пробежал но ну вот правда 14 но вот я не знаю вам видно нет но давайте я камеру сейчас поверну немножко вот туда вперед вот вам может быть будет видно что впереди делается впереди у нас сан-франциско и те кто наш канал смотрит регулярно те скажут что вот то что впереди не как всегда это не только впереди это еще и справа тоже вот так обложила понимаете и в воздухе гарью пахнет хотя это наверное отсюда километров ну даже я так с трудом 70 80 может быть больше может быть там 100 даже вот вы видите что происходит ветер сейчас в нашу сторону в сан-франциско тоже там весь город затянуло сан-франциский аэропорт я не уверен насчет всех рейсов но вот вчера например паренек заходил а мы с ним сюжет делали он должен был из орегона приехать в давайте другим маршрутом сегодня поэтому должен был из орегона прилететь сан-франциско из портленда а посадили его в сан-хосе потому что сан-франциско было задымление и как бы там не очень принимали то есть вот такие проблемы вот вы видите впереди да такая мряка нехорошая мы сейчас поедем по красивой такой улице замечательной мы сейчас проедем под мостом и окажемся в городке лос-алтос сейчас из санивейла выезжаем и въезжаем в лос-алтос а лос-алтос очень красивый такой маленький уютный городок и его легко распознать по табличкам с названием улиц вот вы видите впереди справа там написано название улиц табличка зеленая вот мы сейчас проедем это место и дальше таблички будут коричневыми в санивейле они зеленые вот этот до белый вилл а теперь мы проедем и там уже все будет коричневым сейчас вы увидите так вот эти таблички будут коричневым вот справа камень написано лос-алтос вот едем это из природных катаклизмов тоже но не могу сказать что очень много места это все занимает в новостях но но есть есть гораздо больше места в новостях занимает скандал с голливудским дядькой по фамилии но по-русски мы сказали вайнштейн вот который но он как бы звездный такой мужик он сделал многих вывел там на самые высокие там премии там и так далее вот очень известный в голливуде человек значит его выясняется что он как бы домогался актрис и это на протяжении большого промежутка времени некоторые утверждают сейчас все на него жалуются вот вдруг так поток такой пошел все на него жалуются и некоторые даже говорят что он их вообще изнасиловал некоторые говорят что просто приставал там но как бы в общем много 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 всякого мусора на него сейчас идет и я так вот вспоминаю как мы в ссср жили и вот этих это тоже было очень много разговоров что всякие там режиссеры и начальники там мосфильмов и всякие такие вот люди они постоянно вот этим всем занимались вот ну а голливуд наверно тоже не исключение люди творческие много желающих пробиться ни на чем не останавливаются они там избалованы мужики тэти вот он такой оскароносный такой дядь когда-то у него много многие из его значит как бы сказать из тех кого он снимал обладатели оскара там ангелина джоли там вот сейчас на него жалуются там что он ее зажимал ну там многие и вот он правда утверждает что он никогда не мстил тем кто ему отказывал ну надо что-то обсуждать вот обсуждают хотя как бы сказать вот джейн фонда там вчера написала что и очень стыдно потому что она как бы всегда это знала но молчала вот это как бы культура своеобразная да там я думаю что в мире шоу бизнеса кого никто не удивится особо ну вот все молчали а тут такая волна пошла а этот самый вайнштейн он еще и приятельствовал с клинтоном и жонкой его вот и делал так сказать вклады в их избирательную компанию клинтон несколько дней вообще молчала ничего не говорила потом как-то ей пришлось высказаться в неодобрительном плане потом потом она сказала что те деньги что он давал в ее компанию там этот фонд они куда-то их эти деньги пережертвуют чтобы вот такими вот грязными деньгами значит не пользоваться очень интересно высказался президент трамп сказал что сейчас я дословно не помню что скажем что ничего не ничего удивительного в этом нет и как бы так сказать от от такого как вайнштейн там и в общем до этого вполне можно было ожидать и это говорит человек который как бы пойман с поличным на том что он значит там хватает женщин за причинные места зная что ему за это ничего не будет поскольку он целаяся из себя знаменитость не говоря о том что женщин которые официально вот так же как сейчас на вайнштейна женщин которые вышли и сказали вот этот трамп меня лично вот тут хватало так далее их было больше десятка то есть действительно вот как бы теперь вот его черед такой пришел как будто вот он сам никогда ну бывают бывают такие люди забывчивые знать не помнят ничего да ну что еще в новостях давайте я знаете что мы сейчас доедем до улицы л камин риал налево пойдет и вы посмотрите как там вот с задымлением мы на самом деле едем на север и по идее ну будем сейчас ехать на север у нас по идее должно быть больше и больше вот этого задымления сейчас я кошка открою секунду запах какой-то у нас пахнет гарью немножко а красиво знаете сосны эти какие сосны красивые иголки да классно а да друзья вот это мы едем такими закоулками кремниевой долины можно так сказать что там еще происходит из новостей то из новостей у нас президент трамп своими указами пытается значит добить обама кир то есть как бы законодательно ему не удалось вот и он какие-то такие вот предпринимает действия лично вот он лично что-то такое делает чего конгресс например сделать не мог то есть как бы исторически непопулярный как бы катастрофически непопулярный человек предпринимает какие-то катастрофические неправильные действия то есть не его это президентское дело на самом деле так давайте я камеру переставлю я не хочу чтобы солнышко попадало не его это президентское дело а вот конгресс должен законы принимать он это пытается так как то сделать но в результате вносится как вам сказать большой бардак возникает в страховой индустрии это все приведет к тому что мало того что растут растет стоимость страхования так она еще рванет кардинальным и вот 6 миллионов человек сейчас потеряют фактически возможность приобретать страховку медицинскую потому что он отменил субсидию которые получали страховые компании за то что давали пониженные цены сниженные цены определенным категориям людей которые мало зарабатывали надо сказать что об этом еще не я не я еще не почитал об этом что пишут но скорее всего главными главными пострадавшими будут люди в штатах голосовавших за трампа не исключено то есть когда обсуждали реформу вообще отмену обама кера и так далее вот речь шла о том что главные пострадавшие окажутся именно там конкретно вот этот его указ что он там принял я на этот счет еще не читал ночью странная такая вещь происходит очень очень странная то есть я не знаю ну конечно ему нужно конечно ему нужно чтобы вот эти его кто там хомячки там до которые сидят и ждут что их там матча сейчас что-нибудь такое совершит они радуются любому разрушительному действию который он производит то есть как матча сказал матча хрякнул там эта страна горит чертовой матери там это неплохо то есть вот как то они вот какой то такой странный идет накат и даже не знаю я думаю что вот когда в кремле радовались что трамп там стал президентом они правильно радовались но они не 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 тому радовались то есть они думали что он сейчас придет и спишет им там и крым и донбасс там и все эти дела вот а радоваться надо было не поэтому а потому что он страну американского разрушает и как бы что и есть радость для кремля поэтому вот он с этой стороны на самом деле должен услаждать и взор и слух и бальзамом быть для кремлевских сердец то есть какой-то такой исторический даже не знаю антинациональный такой герой его идеолог бывшие компании стив беннон тут на днях сказал что шансы трампа дойти до конца президентского срока не превышают там 30 процентов он оценивает 30 процентов что ему удастся там оставшиеся три года значит досидеть на своем кресле не потому что он там где-то его разоблачат что там с русским следом каким-нибудь а просто его за недееспособность как неспособность управлять страной уберут я думаю что беннон при этом имел ввиду совсем другое что-то он имел ввиду что вот без него без беннона вот трамп вообще пропадет а вот был бы он с ним вот это было бы совсем другое дело ну не знаю да кстати друзья я вот микрофончик сегодня новый запустил в дело вот вы видите тут нет висит я надеюсь что качество звука будет получше так он вот ближе сюда чем например мне на камере использовать микрофон который берет не только мой голос но и все что в салоне происходит и так далее я надеюсь вам вам качество звука понравится это дорогая вещь это не за десятку ну что же что у нас там дальше в стране то вот наверное это главное это главные новости о чем еще пишут немножко перемывается тема прошедших ураганов в частности вот пуэрто-рико в пуэрто-рико я не знаю как сегодня с утра еще там вчера 85 процентов пуэрто-рико было без электричества и вот какая-то такая чудовищная несостоятельность там проявилась то есть какие-то грузы идут значит а их не могут там разгрузить не могут восстановить электричество ним не могут ничего не могут и и как-то ну конечно какой-то там пуэрто-рико и вроде надо бы вообще понять что мы там делаем и это вообще наша территория не наша они вроде уже несколько раз голосовали чтобы стать штатом сша что-то сша как-то не шевелится чтобы их принимать вообще-то это что вот и вот это все как-то вот непонятное отношение она вылилось то что вот вроде бы территория соединенных штатов а там бардак уже две недели электричества нет в общем как-то они так начальники клянутся что порта-рико там мы не сдадим там все давайте наладим все будет путем но пока не налаживается и пока не путем и люди продолжают там смертные случаи я не хочу сказать что полуострова помирает нет но продолжаются там смертные случаи связанные с разными экстрим экстремальными ситуациями происходящими от того что нет электричества где-то там аппараты там искусственного давления где-то там аппараты там для кислорода и так далее в общем разные разные такие ситуации не симпатичны происходит эта линия тоже немножко есть ну что там дальше да у нас еще есть большая тема о том что вот футболисты которые играют в американский футбол качки такие вот они значит очень много там средних афроамериканцев и вот эти афроамериканцы взяли себе такую манеру значит протестовать против того что черных обижают вот эти миллионеры мультимиллионеры вот эти накаченные значит они протестуют против того что черных обижают и они так знаете перед началом игры в момент исполнения государственного гимна они колено преклоняются то есть вот на одно колено становится все стоят так вот они на колено причем так довольно массово это происходит то есть они как бы превращают вот это шоу спортивное в какую-то политическую демонстрацию на эту тему есть много всяких соображений одни говорят что ты можешь демонстрировать после да иди куда хочешь вот и демонстрируй можешь в газете на веб-сайте там в твиттере но учет и вот нашел это пришел те в свою очередь говорят что их право протестовать защищено первой поправкой конституции свобода слова человек может говорить все что хоть но следующий момент что может ли он это говорить как бы на чужом шоу вот он пришел вот эти то есть он может протестовать но он не может прийти ко мне на канал и у меня на канале протестовать попадая я ему должен разрешить очень на эту тему много всякого и давно вот ну а тут поскольку трамп значит у нас такой как бы ботсман подвыпивший такой он начать глядь всех гнать к чертам матери там это ну там пацаны вот эти вот они радуются он и собственно с ираном так и скорее так а потом пахам и ну в общем да и это как бы подливает подряд вообще ботсман фактически дает жить средства массовой информации этим потому что если бы не он вот о чем бы они писали понимать а тут смотри сколько всего не устают не устает вот как мы друзья не устаем ангелик арт лотереи вот так начали не устают вот о нашем ботсмане это сложная для него тема потому что при всем при том что многим людям не нравится когда вот так кто-то поступает собственно я тоже не не сторонник демонстрации на чужом поле вот это своем давай сделай блог сделай там веб-сайт тех никто не говорит не протестуй ну чё ты пришел вот куда-то это же это же шоу это же обряд какой-то это же как раз ты показываешь вот единение нации а и в это время вот какой-то такой фигней занимаешься поэтому я это вижу так но если руководители клубов спортивных там до национальной футбольной лиги нфл если они не возражают если они мне говорят значит так пацан либо ты как положено либо мы контракт с тобой разрываем и ты идешь там сволчим билетом эти они же так не говорят поэтому ну значит нормально тогда если им разрешают да те кто вот там начальники разрешают значит разрешают тогда он должен был бы там босс вам должен был бы еще с кем-то разбираться но это ему не важно на самом деле то есть тут это важно просто подпитывать мы мы знаем что там вот которые в твиттере сидят им надо все время что-то подбрасывать поэтому они должны видеть что пацан свой и в общем так у него всех имел в общем да но такие у нас новости так что у нас у нас в целом уже так мы давно таких новостях давайте я покажу вам что у нас там впереди вот чтобы вы видели поехали впереди у нас тут даже лучше чем из сани вейла вы знаете как-то там солнышко проглянуло вот пошли знаете что поедем сюда я извиняюсь вам сейчас будет немножко солнца в глаза вот вы видите как плотно друзья как плотно упарковано тот возле портнов компьютер school ну давайте я сюда стану да так что мы немножко так поболтали можно сказать что у нас с вами была лекция о международном или даже не скорее внутри внутри политическом положении вот и а мы чего мы работать идем у нас пятница мы идем работать и я еще раз напоминаю что мы хотим вечером но вот сейчас там в 10 утра а в 11 вечера у нас трансляция будет и я планировал заполнять форму green card лотереи в онлайне в прямом эфире как бы там да с приемом звонков там телефонах и так далее но посмотрим что получится если вдруг форма встанет на место то мы соответственно отреагируем если нет то будет обычная трансляция счастливо